Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала «РН» продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Казачий переулок Суко на пике страстей. Маленькое чудо в Анапском дельфинарии – прибавление. Вот и лето прошло. Меньше двух недель осталось до начала нового учебного года. Как его встретят в школе, Анапа-журналистам рассказала заместитель главы города Людмила Мурашова. В школьных коридорах запах свежей краски. Последние штрихи – подготовки ко дню знаний. 1 сентября все школы-курорты встретят обновленными. В одних отремонтированы спортзалы, в других в порядок приводили здания и прилегающую территорию. В-третьих закупали новое оборудование в столовые и классы. Началу нового учебного года посвящена встрече заместителя главы города Людмилы Мурашовой с журналистами. Один из первых – вопрос о первоклассниках. Сколько их у нас? Уже сегодня зарегистрировано 2384 ребенка первоклассника. Но я так подозреваю, что это не последняя цифра. По большому счету уже прием в школы должен закончиться. Но дети идут и, конечно, мы по закону об образовании примем абсолютно всех детей. Да, у нас есть проблема, так же, как проблема во всех школах Краснодарского края и России в целом. Некоторые школы у нас работают в две смены. Сегодня у нас учатся более 20 тысяч детей. В наших школах из них 13,5 тысяч учатся в первую смену. Извините, 14,5 тысяч, ну и 5, ну около 6 тысяч детей учатся во вторую смену. Конечно, это не первоклассники. Конечно, первоклассники все наши, как самые маленькие, самые оберегаемые, наверное, самые еще любимые, вышедшие еще от мамочек и папочек. Они, конечно, будут учиться в первую смену. Виктория Сологуб, журналист газеты «Анапа», задает актуальный на сегодня вопрос о детях из Украины. Для них двери наших школ открыты. Как будет решаться вопрос устройства в школы детей, временных, переселенцев из Украины? Здесь вообще нет проблем. Тут даже, знаете, не как будет решаться, он уже решен. У нас в прошлом году училось 380 ребят из Украины, и проблем у нас абсолютно нет. Следующие вопросы от Анапского Черноморья. Как обстоят дела с обеспечением учебниками? Ну, есть ли у вас такие случаи, что родители должны идти и докупать вот эти какие-то учебники? У нас как минимум второй год. Почему я говорю как минимум? Потому что я работаю второй год, я не хочу говорить там, что было раньше. Но у нас нет абсолютно никаких проблем с этим. Второй год подряд у нас 100% обеспеченность учебниками. Более того, я знаю, сегодня есть у нас несколько школ, где мы видим, что туда еще идут, обращаются с заявлениями для поступления в школу. И мы сейчас, уже сейчас выходим на аукционы для того, чтобы докупить на всякий случай. Дети в школах, обязательная форма у них? И я вот слышала даже, что хотели ввести обязательную форму и для учителей. Вот это действительно только если не касается... Для учителей я слышу это от вас. Может быть, какой-то дресс-код и появится. А вопрос обеспечения школьными формами детей, да, он стоит. Он стоит уже несколько лет. Не могу сказать, что в наших школах процесс этот идет, знаете, безболезненный сразу. Мы вообще-то в том году уже ждали, что дети наши перейдут на... Вот оденутся уже в новые формы. Но, в общем-то, процесс идет так постепенно. Он так получается у нас в Анапе. Но в этом году практически все школы должны выйти в своих формах. На подготовку школ к новому учебному году из муниципального бюджета направлено свыше 30 миллионов рублей. Специалисты Управления муниципального контроля провели мониторинг строительных площадок курорта. Руководителям стройплощадок вручили информационные письма, как еще одно напоминание о необходимом соблюдении рабочими техники безопасности, а также содержание спецтехники в надлежащем состоянии. С начальниками строительных участков, прорабами, руководителями подрядных организаций, специалисты Управления муниципального контроля провели информационную работу И вручили письма о соблюдении техники безопасности на стройплощадках не случайно. Ведь если краны падают, значит нет к процедуре установки специализированной техники должного контроля. На основании этого письма мы теперь обязаны провести внеплановый инструктаж по технике безопасности о соблюдении правил работы с кранами. Каждый сотрудник должен проходить технику безопасности, первичный инструктаж на рабочей месте. И, соответственно, каждый квартал у нас проходит внеплановые и неплановые инструктажи по технике безопасности. От прохождения спецтехникой своевременного технического осмотра зависят жизни рабочих, жильцов соседних со стройками домов, случайных прохожих. Вся техника, которая здесь находится, имеет сертификацию, которая была уже снята, тоже имела сюда сертификацию. Мы обязательно это все выполняем. Информационные письма вручены начальникам-прорабам строительных участков на территории муниципального образования город-курорт Анапа. Проход к морю в поселке Суко на пике страстей. Жарко, отдыхающих много, всем хочется пить и есть. Но тем, кто эти услуги предлагает, не хочется задумываться ни о соблюдении санитарии и порядка вокруг, ни о качестве обслуживания. У придорожного продаться квасом, например, нет вообще никаких разрешительных документов. Предположить это нетрудно. Торговлю на проезжей части никто бы и не разрешил. Поэтому, завидев работников администрации, она сворачивает торговлю. А рядом у магазина продуктов продавец с мороженым и не стесняется, что руки она моет в помойном ведре. Не разрешена и сама торговля за пределами магазина. Голый продавец за прилавком пивного ларька. Ну что тут такого, жарко ведь на улице. Зато в соседнем винном ларьке, завидев работников администрации, спешно закрывают двери, опускают жалюзи. Это вообще тенденция среди торгующих в казачьем переулке. И чего было бы прятаться и глупо выглядеть, удерживая двери изнутри, если в магазине все законно. В семейной столовой общеизвестный набор спиртных напитков. Просим дегустационную рюмку. И обычный рислинг на поверку оказывается простой водой, сдобренной лимоном. Рислинга налили, водичка. Чистая вода. Ну и солидные бутылки с коньяком на здешнем прилавке имеют фиктивную акцизную марку. Пока изучали разрешительные документы столовой, на улицу выпечку спешно укрывали пленкой. То есть у вас пленочка имеется, вы накрыли все только что, да? А было почему все открыто? Скажите, пожалуйста, почему все мухами вот это все было обсажено? Мухами не было обсажено. Мухами не было? Вы размахиваете руками, да, успешно? Конечно. А почему только сейчас накрыли, когда увидели камеру? Ну да. Потому что люди себя не уважают, и вы людей не уважаете, да? Ну, получается. В импровизированной парикмахерской многолюдно. Хозяйку не смущает полное отсутствие воды. Ну, а коррекция краска бровей, как без воды можно сделать? Это специальный спирт у меня, он там есть, который чистим. Какая-то не надо этим. Такая краска, что надо чуть-чуть убирать, в середине-то останется эта краска. Это я и с собой из Армении привезла эту краску. Почему заходят такие шалманы? А просто больше нет нигде в округе парикмахерской. В цене на проходе к морю квас и кукуруза. Но по-прежнему в цене и вежливое отношение к покупателям. По факту общения вот с этим молодым человеком, держащим ногу на пульте управления лимонадной машиной, пришлось вызывать участковых. Хамство и беспардонность. При этом стоит заглянуть за любую торговую точку, мусор повсюду. Он и на набережной у моря, которая всегда считалась в Анапе самым уютным. Здесь вовсю торгуют пивом в наспех сколоченных ларьках. И очень удивляются тому, что в неприспособленных помещениях этого делать нельзя. По результатам такой проверки выписан целый десяток протоколов. Всех собственников, ларьков и кафе-нарушителей вызвали к заместителю главы города. Хотя ясно и понятно, что самое главное наказание для них – рублю. Мотоцикл, транспорт скоростной и эффектный, но таит в себе колоссальную опасность. Поэтому прежде чем сесть за руль, стоит пройти курс безопасного вождения. Минувшие выходные в Анапе работала выездная мотошкола. На площадке у торгового центра Красная площадь развернулась выставка мототехники последних моделей. Все желающие могли не только посмотреть на металлические шедевры, но и прокатиться с ветерком. Причем организаторы мероприятия отдают приоритет безопасности. Наша мотошкола занимается обучением безопасному мотовождению, контраварийному вождению. То есть люди, которые выехали на мотоциклах на этом достаточно опасном, как кажется, виде спорта, должны себя чувствовать на дороге уверенно и безопасно. Здесь же можно было получить основные рекомендации по безопасному вождению. Мэтры продемонстрировали мото-джим-хана – выполнение специальных заданий на время. И напомнили всем, кто мечтает сесть за руль мотоцикла, жизнь дороже скорости и адреналина. Приобретая мототехнику, не стоит забывать о других участниках дорожного движения и, конечно, установленных правилах. В анапском дельфинарии Немо пополнение в субботу прямо во время представления появился на свет его новый обитатель – дельфиненок. Наша съемочная группа первую познакомилась с малышом. Чтобы воспроизводить потомство дельфинам, ахалинам, да и другим животным необходимы хорошие условия и благоприятная атмосфера. За много лет работы в случае рождения дельфиненка в анапском дельфинарии – первый. София покорила всех парней в нашем бассейне. Это действительно невероятно красивый дельфин. Я не знаю, какие у дельфинов там мерки красоты, но она на самом деле самая красивая девочка. И она не девочка, она действительно женщина, потому что она себя, когда уже была беременная, вела как мы. Она капризничала. Это я кушать буду, это я не буду. Сейчас меня поглоти. Нет, не трогайте, вы мне надоели. Я буду прыгать. Нет, я не буду прыгать. И так происходило весь год. Появление малыша ждали целый год. Именно столько дельфины вынашивают своего единственного малыша. Но София решила сделать коллективу дельфинария сюрприз. Малыш родился прямо перед очередным представлением. Мама здорова, малыш здоров. Все себя прекрасно чувствуют. И мама ведет себя очень мудро, учитывая, что это ее первая беременность. Она большая молодец, она очень спокойна и ответственна очень. Пол пока неизвестен. Новорожденного не беспокоят, чтобы мама и малыш не нервничали. Поэтому имя маленькому обитателю еще не придумали. Теперь главная его задача расти здоровым и счастливым. Плавать, учиться нырять, кушать. Мама не будет спать еще, наверное, неделю. Она будет постоянно рядышком. Она будет... Мы кормим Софию по направлению движения, набрасываем ей рыбку, чтобы она никогда не останавливалась, не отвлекалась на еду. Сделали все максимально комфортные условия, спустили в бассейне воду, чтобы дельфин мог беспрепятственно дышать в любом конце бассейна. Нынешнее лето богато на сюрпризы. Три недели назад в дельфинарии появился еще один малыш, детеныш морского льва. Красавец Татам и львица Даниэла стали счастливыми родителями. Это большая редкость. Честно говоря, даже не слышал, где в России еще рождался морской лев. Ну, наверное, рождался все-таки. Ну, по той информации, которую я обладаю, это первый в истории дельфинарии. Ну, в нашей сети точно. За 10 лет это первый лев. Оберегаем, следим, глаз с него не спускаем. Делаем все для того, чтобы он чувствовал себя хорошо. Пока папа выступает, мама учит маленького львенка плавать, кормит его по требованию и прививает царский дух. С появлением малышей атмосфера в дельфинарии стала еще теплее. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды салон-магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Во вторник, 18 августа, в Анапе малооблачно, дождь с грозой. Температура воздуха днем 25-26 градусов со знаком «плюс». Ночью до 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Магазин «Доступные качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа» поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова